Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я Север, а это Arc Mobile, уже 15 серия. Хотел выпустить ролик в пятницу, пытался пройти второй данж о ценном ходе 5 амбера. Вроде, казалось бы, изи сложности по итогу данж не такой уж и легкий. В общем, сегодня будем проходить первый данж, надеюсь, все у нас получится. Вот такое вот у меня снаряжение, броня, в принципе, более-менее еще играбельна, но тапки просто отвратительны. Давайте, погнали уже. Enter 0, давай. Так, сразу же слышу тушканщиков. Угу, понятненько. Я буду очень плохо ориентироваться в данжи, потому что я уже не ходил в них, наверное, около года. Постоянно были разные обстоятельства. То с кинтом в Игоре мы просто уйдем из игры на очень длительный промежуток времени, то просто сервер окажется говном, то админы кончены, животные и все такое. Кстати, вот и первая ловушка. Это самая легкая ловушка из всех, как я считаю. Тут главное подобрать момент и не лохануться. Кстати, во втором данже, который я проходил вчера, то бишь пятницу, была точно такая же ловушка, но ты не мог просто задерживаться как раз-таки в этих безопасных зонах, потому что там были ледяные шипы, которые практически сразу же тебя убивают. Так, мы прошли, и где-то тут у нас есть сундук. Давайте сюда, или здесь в сундук. О, вот эту штуку я ненавижу больше всего, окей. Кстати, радуетесь, скорее всего, ролик выйдет где-то на минут 20, может быть, на минут 30. Давненько такие длинные ролики не выпускал. Асцидент полимерный нагрудник, да, скажем так, да, я просто не знаю, как правильно произнести его. И сейчас мы, по идее, возвращаемся опять же через эту ловушку. Опять же, ничего сложного. Главное подобрать точный тайминг. Потому что они, вроде как, по очереди. Все, отлично. Еще, на то, что такая же ловушка, я вижу там сундук, давайте ее пройдем. Главное не лохануться, я лоханулся. Просто микропиксель задело, вот обожаю за это. Так, давайте, что нам выпадет из этого? Давайте что-нибудь такое прям, эдакое, хорошее. Я думаю, это же начало, но... Блюпринт, асадет дубинки. Большое спасибо. Ух, надеюсь, у меня не возникнут проблем с этим данжем. В прошлом данже была комната с траодонами. И они просто быстрее меня были, я не понимал, как их доджить. Потом нашел, ты просто ждешь их первого выпада у каждого траодона. Потом просто уже бежишь, стреляешь из бочки, именно из бочки. Либо же из дробовика, что у тебя, смотря что у тебя есть. У меня, к сожалению, нету. Ни хорошей двушки, ни помпы. Я бы сделал помпу на нее очень долго фармить. Несмотря на то, что у меня есть одна охотина. Да и просто одной охотины как-то мало. Потому что ты из него получаешь вроде как только 24 полимера и 100 пасты. И по-моему, я здесь уже был. Все-таки, как ни крути, нам придется пройти эту ловушку. Иначе мы просто не попадем на следующий уровень. Самое главное, что я помню, нужно найти ключ от двери. Да, вроде как можно багом пройти через эту дверь. Я не помню точно. Вот сейчас было очень близко к смерти. Так, хорошо. Но это мне крайне повезло, на самом деле. Итак, первая комната. Не помню, кто у нас здесь находится. Да, я смотрел карту в официальном бискорс-сервере Ark Mobile. Надеюсь, здесь не будет очень жестко. А, здесь просто модификация, так сказать, живки больше своих размеров в несколько раз, так скажем. 28000 уйп. Блэ. Револьвер вообще урона не наносит. 200-300 урона. Это что такое? Капец. Так. Вот буквально, чтобы убить одного анкила, мне приходится потратить 5-6 стрел. Мне банально просто не хватит, так скажем, боеприпасов, чтобы пройти уже весь данж. Надеюсь, все-таки револьвер не окажется бесполезным. Не, убивать анкила хуйня идея. Я вот уже убил около 10 анкила. И такое ощущение, что они все спавнятся и спавнятся, поэтому давайте, наверное, сразу же карбонейбес попробуем положить. Я какого-то хера попал в анкила. Да, хитбоксы это игры просто прекрасные, просто великолепные. И револьвер просто такое днище. Приходится с блочкой убивать. На нее я потрачу плюс-минус 20 стрел, да? Может быть, 23. Ага. Давай. Мне кажется, это карбонейбес, скорее всего, их спавнит. Либо анкила сразу же очень много заспавнилась, и мне просто уже показалось то, что они продолжают спавниться. В общем, не знаю, как это работает. Давай, умирай. Побыстрее. Все, супер. Отдавай стрелы. Желательно все. Ага. Так, сейчас главное убить анкила. Ну, с этим проблем не должно возникнуть. Так, я прошел. В принципе, ничего сложного. Я даже смог некоторых положить мечом. Хотелось бы поднять тему по поводу микрофона. Когда мы проводили стрим, было постоянно какое-то шипение на фоне. Как казалось, это просто очень дерьмовый микрофон в моих наушниках. Наушники дешевые, там в районе косаря двух, и походу микрофон у них так себе. Ну и когда я даже снял наушники, и микрофон уже перешел на динамики, тоже был очень дерьмовый звук. Тоже было постоянно шипение на фоне, потом уже начались какие-то лаги. Нифига себе, они застряли. И где? Понятно. О, тушканчик. А тебе нормально? Чисто как в парилке, да? Как в баньке. Ты какой уровень? 240. Ну окей, пойдет. Скорее всего, мои динамики уже просто забили за несколько лет. Сколько там уже получается за почти два года. Даже верно не почти, а уже два, как я купил свое устройство. Кому интересно, мое устройство это iPad 8-го поколения, 20-й год. 128 гигов памяти. Не сказал бы, что он прям игровой. Но все же, очень даже неплохо для игры. До сих пор тянет ARK, до сих пор тянет некоторые игры. Раньше тянул ARK спокойно на Epic с фулл разрешением. Было 60 FPS, но это было самое-самое начало. Только когда мы его купили, только когда я познакомился с моим кинтом. Только когда я начал играть в ARK. Да, тогда он действительно выдерживал. И сам прикол в том, так сказать, отличие этого iPad от остальных, в нем самая огромная и самая емкая батарея. Это меня радует. Не знаю еще о чем говорить. Уже дальше это скорее дело концентрации, сила воли и так далее. Следующая комната. В тех трех сундуках, к сожалению, ничего хорошего не выпало. Ну, разве что, так сказать, казуальная вещь, а именно ковер в виде медведя. К сожалению, мне это не пригодится, так как я не собираюсь сделать базу. Нет, как бы база у меня есть, но она будет в виде промки. Там не будет ни стенок, ни фундаментов, ничего. Так, погнали. Здесь у нас температура, походу, повышается. Да, повышается. Все верно. Ебать. Ты что, ебудал? Не, я не против здесь остаться. Бля. Так, если кто-то не понял, здесь у нас капразухи и сарка. И сарка, да. Сарказух, правильно? Тебе аж так зовут? Сарка. Просто сарка, окей. Так, пока что проблем никаких не возникает. В отличие от холода, есть же комнаты с таким модификатором, где температура, наоборот, каждую секунду понижается на минус один градус. Холод убивает тебя как раз-таки быстрее. Ты просто не успеваешь пожрать. Ты восполняешь индикатор голода полностью. И уже через пару секунд он полностью опустился до нуля. Это большая проблема. А еще я понял то, что походу я этим пистолетом особо пользоваться не буду. Что творится? Где я? Понял. Так, это вроде как последнее существо в этой комнате, да? Я правильно понимаю? Да, все верно. Мы прошли. Так, осталось еще, получается, сколько комнат? Примерно 2-3 комнаты с живками. Дальше там уже чисто сундуки, чисто ловушки. Я умер уже два раза. Давайте попробуем с помощью парашюта. Вот если бы не попалась платформа сейчас, если бы она не заспавнилась, я бы скорее всего умер. Видимо, здесь все-таки не хватает расстояния, чтобы сделать нормальный прыжок. Там есть еще одна ловушка. Какой раз мы ее уже проходим? Третья, да? Довольно легкая. Так. Давай. Все, супер. Не знаю, будут ли показывать то, как я лутаю сундуки. Скорее всего, не буду. Потому что это лишнее, так сказать, страта времени вашего. Лут вы просто увидите в конце серии. Да, блядь, отстань от меня. Погнали в следующую комнату сразу. Опять. Ладно. Очень хаотично спаун этих платформ. Нет порядка, в котором они спавнятся. Нет УКД, так скажем. Одна платформа может находиться дольше другой. Так, ну ключ я, в принципе, забрал. Надо сохраниться, опять же. Потому что там уже сразу же новая комната будет. Кто у нас будет здесь? Давайте, показывайте. Твари. Ебанутся. Два огромных дилфазауров и определенное число мезопитеков. Я прям слышу, как они за мной гонятся. Отстань. Да, дерутся они, конечно, не очень-то и больно. Да и убиваются, в принципе, легко, если прям в голову попасть. Они еще и плюются. А вот интересно, их плювок так же, как и у обычной сделки длится? Или же... Немножечко дольше, чем обычно. Хотелось бы проверить, но не буду. А еду у меня нормальные нет. Вот еще проблема. Да, бля, заебали. Слава богу, я взял с Тимбэрри. Я даже не знаю, кто здесь босс, на самом деле. Из всех боссов я помню огромную дудо. Кто там еще? Дедекурус. Дедекурус вообще легкий, на самом деле. Его даже можно при большом желании мечом забить. Ну, это уже так. Идиотизм, так скажем. Мазохизм. Так, все, я прошел комнату. Давайте сразу до следующей скипаем. Алазавры и модификатор понижения температуры ежесекундно. Даже показывается, видно, что температура падает просто минус 1 градус. Минус 1 градус. Ну, кей, не каждую секунду. Наверное, каждые полторы-две. Но, скорее всего, с каждым разом счетчик. Счетчик. Блядь, короче, будет ускоряться этот процесс. Так, алазавры довольно быстрые. У них очень много хп. Скорее всего, их нужно также байсить на укусы, на их выпады, как и традонов. Но пока что они меня не бьют, нормально. Бля, я уже чувствую, как моему персонажу холодно. Персонаж просто молниеносно голодает. Я ничего не успеваю сделать. Я юзаю хилки, это бесполезно. Ёпту юмать. И это только третья волна. То есть, когда наступает третья волна, в комнате становится уже очень невыносимо холодно. Все, я не могу бегать. Ну, пиздец. Да, блядь, мне пришлось перепроходить комнату с делками и с мезобитеками, потому что я не сохранился. Ну, все, пизда. Я нашел стратегию против этих уебанов. Когда стреляешь плочкой, не знаю, как будут взрывашали с помпы, ты постоянно бегаешь и успеваешь сделать буквально один-два выстрела. И это очень мало. А сейчас я могу просто крутить их мечом. И да, единственное, чем ты жертвуешь, это своей броней. Но поэтому я и ношу с собой два сета. Так. Очень легко. Максимально легко. Я уже две волны прошел. Покажется, в комнате еще не так холодно. Да, скорее всего, это все-таки прохождение на скорость. Именно эта комната. Да, еще проблема в том, что когда-то тебя кусает, пожалуйста, во второе течение. Ну, не особо ощутимо это кровотечение на самом деле. Главное, чтобы оно не обновлялось каждый раз. А оно, сука, обновляется. Так, один минус. Очень интересно, кто здесь будет босс. Все, третья волна минус. Ждем четвертую. Все, уже холодно, но третья волна только закончилась. Скорее всего, мы все-таки успеем, потому что на одну волну у нас выходит буквально полминуты. Поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Главное, чтобы я не проголодался, как сучка. Больно. Один минус. Да, меч у нас хороший. С этим нам повезло. 500 уровней чист. Чистых. Давай, еще немного. Все, супер, погнали до босса, ребят. Еще одна комната. Комната с пруловием. Я так посмотрел, тут еще эта комната, потом еще одна комната. Эта комната будет вроде как с мегалозаврами. Это те, что спавнятся в центральной пещере. Ничего интересного в этой комнате, к сожалению, нет. Посмотрим, что будет в комнате с мегалозаврами. В комнате с мегалозаврами. Да, блядь, на мегалозаврами ничего не было, к сожалению, интересного. Просто как семечки их. Разнес. Блядь, блядь, ну что происходит-то? Локация, конечно, прикольная, но не особо проработанная. Очень мало деталей. Просто вода, как в болоте. Кувшинки, естественно. И деревья. Кстати, эти деревья, к сожалению, нельзя добыть. Я уже проверил. Да, уйди ты. Я уже проголодался, пиздец, с этим данжем. Уже полтора часа прохожу. Ну ладно, сейчас 20 минут. Я проверил. Каких-то особых сотруднений я не чувствую с этим боссом. Если произойдет что-то интересное, я обязательно покажу вам. Ты че, быдло, блядь? Ты че, быдло? На превьюшечку пойдешь, Гантон. Слично. О, так еще лучше. Ну все, давай. Заканчиваем этот цирк. Пам! Нормально. Так, скрестил ноги. Итак, ребят, мы победили, мы прошли. Это данж. Ничего интересного, к сожалению, не выпало. Разве что вот эта сковородка, которая по виду, как дубинка. Взял кучу имплантов, какие-то коврики, еще какой-то кавер в виде медведя. Естественно, элементы и, естественно, артефакт. В общем, сейчас сгоняю за псой и поставлю пьедестал. Давай оставим пьедестал. Ага. И артефакт. Выглядит просто отвратительно при дневном свете. Так. Хо-хо, какой мужчина. Как на паспорт сфоткался, понда. Итак, всех поздравляю с Новым годом. Виаларикса поздравляю с 4К. И желаю ему всего самого наихудшего. Всем большое спасибо за просмотр. И помни, все только начинается. Удачи. Давай я музыку из Лорексов включу. Ой.